The psychology of suggestion, психология внушения, a research into the subconscious nature of man and society, исследование природы подсознания у человека и у общества. Борис Сидис, Ph.D., associate in psychology at the Pathological Institute of the New York State Hospitals. Борис Сидис, автор Борис Сидис, доктор философии, ассоциированный профессор по психологии в Институте патологии Нью-Йоркского государственного госпиталя. С предисловием профессора Уильяма Джеймса из Гарвардского университета. Нью-Йорк Б. Эпплтон и компании, 1898. Нью-Йорк Б. Эпплтон и компания, 1898 год. Предисловие. Продолжение следует... Я с удовольствием предпосылаю этой книге доктора Бориса Сидиса несколько слов видения, которые, быть может, доставят ей скорейшее признание со стороны читателей, заинтересованных её предметом. Многие опыты были произведены в Гарвардской психологической лаборатории. И автор более или менее сообщал мне ход дела, в то время как складывались его теоретические выводы, основанные на последующей его работе в Патологическом институте госпиталей штата Нью-Йорк. Это физические методы. Значение личности с её пределами и законами составляет проблему, которую до... До самого недавнего времени пытались решить при помощи логического и метафизического методов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... эмпирического материала, чем и был дан толчок к признанию гипнотического состояния наукой. Many of these observations are pathological, fixed ideas, hysteric attacks, insane delusions, mediumistic phenomena, etc. Многие из этих наблюдений относятся к патологии, навязчивые идеи, истерические припадки, обманы чувств при безумии, явления медиумизма и прочее. And altogether, although they are far from having solved the problem of personality, they must be admitted to have transformed its outward shape. Многие из этих наблюдений относятся к патологии, навязчивые идеи. Относятся к патологии, навязчивые идеи, истерические припадки, обманы чувств при безумии, явления медиумизма и прочее. Хотя они далеко не разрешили вопроса о личности за то, что должно быть признанно, вполне изменили его форму. What are the limits of the consciousness of a human being? Каковы пределы сознания человеческого существа? What are the human beings? Is self-consciousness only a part of the whole consciousness? Есть ли сознание «я» только часть целого сознания? Are there many selves dissociated from one another? Существуют ли многие «я», отделённые друг от друга? What is the medium of synthesis in a group of associated ideas? Каково связывающее звено синтеза в группе ассоциированных идей? How can certain systems of ideas be cut off and forgotten? Каково... Как могут известные системы идей быть отделены и забыты? Is personality a product and not a principle? Личность – продукт, а не принцип? Such are the questions, now being forced to the front questions, now asked for the first time with some sense of their concrete import, and questions which it will require a great amount of further work, both of observation and of analysis to answer adequately. Личность – продукт, а не принцип. Таковы вопросы, выдвигающиеся теперь вперёд, в первый раз поставленные с некоторым сознанием их собственной важности. Вопросы для полного ответа на которые потребуется большое количество дальнейшей работы, наблюдения и анализа. КО-КО-КУ-МЕНАЛИЗА Q-НОСА many writers are seeking to fill the gap and several books have been published seeking to popularise the new observations and ideas and present Доктор Сидис. A work distinguishes itself from some of these by its originality and from others by the width of its scope. It is divided into three parts. Suggestibility of itself, men as one of a crowd. Доктор Сидис. Under all these hats, the author is original. Во всех этих отделах автор оригинален. He tries by ingenious experiments to show that the suggestibility of waking persons follows an opposite law to that of hypnotic subjects. Доктор Сидис. Suggestions must be viewed in the former case to be effective. In the latter case, the more direct and open, they are the better. Другими искусными опытами доктор Сидис старается показать, что у нормальных лиц части духа, пребывающие ниже порога или вне пределов сознания, могут различать объекты, определить которые внимательно восприятие не в состоянии. Доктор Сидис. Доктор Сидис. Доктор Сидис. В первом случае внушения, чтобы быть действительными, должны быть скрыты. В последнем, чем они прямее и открытые, тем лучше. В другом, как и другие эксперименты, доктор Сидис пытается показать, что субиминал или ультрамаргинал Другими искусными опытами доктор Сидис старается показать, что у нормальных лиц части духа, пребывающие ниже порога или вне пределов, сознание могут различать объекты, определить которые внимательное восприятие не в состоянии. These later experiments are incomplete, but they open the way to a highly important psychological investigation. Эти последние опыты не закончены, но они открывают путь чрезвычайно важному психологическому исследованию. In part 3 on the self, a very full account is given of double personality, subliminal consciousness, etc. Во второй части, части под названием «Я» дается весьма полный отчет о... Двойной личности, осознание ниже порога и прочее. The author is led to adopt. The author is led to adopt as an explanation As an explanation of the dissociations which lie at the root of all these conditions. The physiological theory of retraction of the processes of the brain cells which in other quarters also seems coming to the front. Для объяснения диссоциации, лежащих в основе всех этих состояний, автор принимает физиологическую теорию сокращений отростков мозговых клеток, которая, по-видимому, и в других случаях идёт к делу. He makes an elaborate classification of the different degrees of dissociation or amnesia, and on the basis of a highly interesting and important pathological case suggests definite methods of diagnosis and cure. Он составляет разработанную классификацию различных степеней диссоциации или амнезии, и на основании весьма интересного и важного патологического случая находит точные методы диагноза и лечения. Эта часть книги вполне заслуживает внимания неврологов. В看할 것 можно затратить. В теории есть переходы цколairа. 6. valorизменно 반�ім, В третьей части весьма важный вопрос о психологии толпы разбирается почти впервые на английском языке. There is probably no more practically important topic to the student of public affairs. Для человека, изучающего общественную жизнь, вероятно, не существует предмета более важного практически. Dr. Sidis illustrates it by fresh examples and his treatment is highly suggestive. Dr. Sidis иллюстрирует вопрос новыми примерами, и его обсуждение чрезвычайно поучительно. I am not convinced of all of Dr. Sidis' positions, but I can cordially recommend the volume to all classes of readers as a treatise, both interesting and instructive, and original in a high degree, on a branch of research whose importance is daily growing greater. William James, Harvard University, November 1, 1897. Я не убеждён во всех положениях доктора Сидиса, но могу сердечно рекомендовать книгу всем классам читателей, как интересный, поучительный и в высокой степени оригинальный трактат вот такой области исследования, значение которой возрастает с каждым днём. Уильям Джеймс, Гарвардский университет, 1 ноября 1897 год.